Всем привет, с вами Игорь. Сегодня хочу поделиться с вами своей радостью. Привезли мне такие вот панельки солнечные, 14 штук, 290 ватт, метр на метр шестьдесят, метр шестьдесят пять, если точно. Ну и там метра тоже ширины нет, там без каких-то миллиметров. Вот, сейчас посмотрим ее характеристики, заявленные производителем. Вот, панелька это DNA Solar, ну точно такие у меня уже стоят на крыше год. Вот ее шильдик, характеристики, 290 ватт, вот, все можете здесь видеть, класс А, вес 19 килограмм, размеры, ну все здесь есть. Вот, заявленное напряжение хотя бы сейчас посмотрим, у нас 38,9 вольт, что у нас показывает мой старый вольтметр. Вот так он и показывает, 38,9 вольт, я подключил его. Даже почти 40, ну он не точно, но я думаю, то, что на панели написано, то и есть. Вот, в новом вольтметре у меня села батарейка, и он лежит сейчас без дела. Вот, это такие сейчас вольтметры. Вот этот старенький, у меня еще советский, самый надежный. Им не батарейки надо, ничего, включил. Стрелочный мне тоже нравится больше почему-то. Вот, всегда хотел посмотреть, что в этой коробочке, кстати. Сейчас мы ее откроем, попробуем. И посмотрим, что они там запрятали. Так, а что-то там ничего и нет. Силикон, все залито силиконом. Кстати, раньше я видел в ютубе, здесь были видны диоды, как-то не заливали их полностью. А сейчас видите, на новых панелях все полностью заливают силиконом, уже нету к ним доступа. Ну, в принципе, к ним и не надо, чтобы был доступ. Чтобы их ремонтировать, никто не ремонтирует, насколько я знаю. Так, закрываем крышечку. Все, закрыли. Вот, почему я остановился именно на таких панелях? Ну, во-первых, не секрет для нас всех, что самое главное, это все-таки цена. Потому что мы люди небогатые, живем мы не в Америке и не в Европе. Вот, поэтому самое первое для нас всех, это цена. Вот, за эти панели я отдал за штуку 75 долларов. Они хотели немного больше, но я сторговался на 75, плюс доставка. Ихняя заставка. Ну, ихняя доставка. То есть, мне все, ну, бесплатная, в принципе, доставка, можно так сказать. Вот, вообще советую, рекомендую, если думаете, заводить себе солнечную электростанцию, покупать панельки солнечные, то это лучше всего делать зимой. Они самые дешевые именно зимой. Так как у них мертвый сезон, у продавцов и установщиков вот этих солнечных панелей. Они рады что-нибудь продать, что-нибудь заработать. Вот, вообще, эта фирма, она с Черкасс. Я живу под Черкассами, совсем недалеко. Нашел ее по LX. Вот, они занимаются в основном инсталляцией солнечных электростанций. Там продают они тоже оборудование отдельно. Могут просто продать. Но, в основном, их, я так понял, бизнес это установка именно. Вот, я с ними договорился, созвонился. И мне вот привезли вот такие вот панельки. Я считаю, это недорого. Вообще, есть еще дешевле Амери Солар. У нас на Украине это самые дешевые панели Амери Солар. Вот, но я про них много чего начитался такого негативного. И как-то испугался их брать, честно говоря. Не захотел. Вот, там такое про них пишут в отзывах, что... Ну, и результаты я смотрел. Вот, эти получаются чуть-чуть дороже. Вот эти вот, чуть-чуть дороже. Буквально на несколько десятков гривен панель дороже, чем Амери Солар. Вот, но зато она, как вы видите, высокотехнологичная. У нее уже 12 шин. Вот, и они у меня уже год стоят на крыше. Они очень хорошо себя показали. Так как я видел с них номинал. И даже больше номинала. У меня есть видео на канале. Смотрите, там солнечные панели дают больше номинала. Вроде так называется. Вот, и там я показывал даже летом при неправильном угле, неправильном направлении на крыше те, что стоят. Ну, и на крыше, наверное, и нагрев был бы тоже более сильный. И все равно они выдавали у меня... Ну, не всегда, конечно, но были такие дни, что и не один даже день, чтобы больше номинала я на них видел. Вот, и думаю, что это хороший, так сказать, знак, показатель, хорошее качество панелей. Вот, ну, сборка у них вообще-то не очень. Я там показывал в другом видео, что сборка как бы самих элементов, пайка, там бывают какие-то пятна. Говорили там они мне, что это, некоторые говорят, отслоение этой вот пленки. Некоторые, а производитель, продавец точнее, сказал, что это растекся флюс. Ну, я не знаю, кому верить, но эти пятна, они там маленькие. Я думаю, они на выработку не влияют. Вот, так что качество у них, ну, такое сборки не очень. Но, тем не менее, они работают, они выдают свой номинал, даже больше номинала. Поэтому я ими доволен этими панелями. Еще почему причина, я остановил свой выбор именно на них. У них, вот видите, вы уже, наверное, заметили, 12 шин. Вот, видите, можете даже посчитать. Вот, это высокотехнологичное изделие, современное изделие, я считаю. И такие панели, они еще будут актуальны не один год, и не два, даже и не три. Ну, что сейчас все производители только начинают переходить на такую вот многошинную технологию. Там у нее очень много плюсов, и выработка больше. Вот, если взять такую же самую панель такого же самого производителя, ДНА, но с пятью шинами, есть там такие на сайтах, можете посмотреть, с пять шинок только съемных, вот, то у них 285 ватт. Вот, мощность. У этой 290, вот, именно за счет, вот, так как размер одинаковый, все одинаковое, но 5 ватт, тем не менее, мало, но приятно. То есть, даже если посмотреть эволюцию солнечных панелей, развитие ихнее, то чем больше шин, тем больше добавлялось мощности. Там есть такой же самый размер, еще с тремя шинками, там есть 275 ватт, потом добавили одну шинку, уже 280, 285, и вот такая вот многошинная, уже 290 ватт. Это для такого размера, метр на метр шестьдесят, это очень хороший на сегодняшний день, производство мощности, выработка, 290 ватт. Для поликристаллической панели, это поликристаллическая, я забыл сказать, поликристалл. Вот. Ну, вот по вот этим вот, так сказать, соображениям, я и выбрал вот такую вот панельку. Я же говорю, она немного дороже стоит, можно сказать, даже вторая по цене после Амери Солар, но, мне кажется, соотношение цена-качество здесь намного выше. Вот. И она более высокотехнологична, ну, и все такое. Как я думаю, это нормальный, оптимальный вариант, такой недорогой. Вот. Ну, что, ну, платить там, есть панели Panasonic, там Sharp, но я не видел, чтобы кто-то ставил свои, строил солнечные электростанции на этих панелях. Там одна панель стоит 8 тысяч гривен, например, Panasonic на 300, 350 ватт, я кажется, двухметровая, правда. Вот. Ну, это чересчур, я так думаю, что... Поэтому мы выбираем, как бы, что-то и подешевле, но, тем не менее, относительно более-менее качественное, и чтобы было долговечное. Стекло тут тоже толстое, ну, обычное, 3,2 миллиметра, вот на это надо... Ой, упал мой вольтметр, ну, ему ничего не будет. Вольтметр такой надежный. Вот. Стекло здесь современное, шершавое такое оно, видите, не знаю, камера передаст вот эту вот шероховатость. О, видно, да? Антибликовое, так сказать, так заявлено оно. Вот. Толщина 3,2 миллиметра, вот. Вот это надо обратить внимание, чтобы оно было 3,2, не меньше. Есть 2, есть 2,8 даже миллиметра, вот надо смотреть, чтобы было 3,2. Ну, и по весу тоже смотрите, если панель, вот это 19 килограмм, если панель, например, такого же размера весит, ну, там, они примерно такой размер, должны 18,5-19 килограмм весить, это стандартный, как бы, вес. Если вы смотрите, там уже панель 17 килограмм, 16 или 17,5, то это у вас уже должно закрасться подозрение, что это такое. И там, значит, или тоньше стекло, или тоньше рамка, рамка тут 35 миллиметров, ну, она идет стандартная, на такой размер панели, метр на метр 60, 35 миллиметров, вот такая толщина рамки. алюминий тут тоже вроде бы такой крепенький, ну, не прогинается, вроде я на нее давлю, так, чтобы довольно жестко все сделано, вот, поэтому я выбрал вот такие вот панельки. еще раз повторюсь, старайтесь брать их зимой, вот, зимой самое лучшее брать, выйдет дешевле всего, вам и доставку сделают, ну, если договоритесь, конечно, вот, ну, пойдут на уступки, в любом случае, продавец более охотно зимой идет на уступки, чем летом, потому что сезон там, у них установки панелей, солнечных станций, а зимой они как бы, там ничего не делают особо так, так что выгоднее брать их, конечно, зимой, так вот, под Новый год примерно, вот, ну, вроде бы все сказал, что хотел, вот, буду теперь устанавливать их, на вот, вот этот вот мой трекер, 14 штучек, скоро, на выходных, там погодка будет, буду ставить, показывать тоже в видео, как оно у меня получается, все, если у кого-то вопросы какие-то есть, по этим панелям, задавайте в комментариях, пишите свои мысли, отзывы, все, всем пока, до следующих видео,